Ха-ха-ха, а мне говорили, что ты сильнейший монстр Рейха. Лови болваночку. Это далеко не все, на что я способен, и тебе меня не одолеть. Как тебе это, дружочек? Неплохо, но мой залп превратит тебя в туху. Этого все еще мало, чтобы меня остановить. Я устал тебя слушать. Пора тушить свет. Профессор, у меня очень хорошая новость из передовой. Докладывай, рядовой, что за новость? Наш Федор справился и уничтожил Франкенштейна. И где сам Федор? Почему он не вернулся на базу? Похоже, он намерен прикончить всю верхушку Рейха и закончить войну. Раз так, тогда мы не будем ему мешать. Их всех давно пора прикончить, а ему это по силам. Ты двадцать шесть, брат, ты остаешься за главного, а я выдвигаюсь за телом Франкенштейна. Все пропало, нашего Франкенштейна больше нету. Советский монстр идет по нашему следу. Нет, только не это. Что же нам делать? Нужно стоять на защите нашего завода до последнего. Мы начали эту войну, нам и придется ее заканчивать. Исключено, это верная смерть, и я здесь не останусь. Я никого не держу, все кто желает бежать, бегите, но я не покину свой завод. Все слышали? Кто хочет жить, двигайтесь за мной в портал. Левиафан нас защитит. Эти фрицы просто изверги, так изуродовать дюжину советской техники. Но этим бездарям и это не помогло. Я уверен, им недолго осталось. Ну что, солдаты, начинаем сцепку и буксировку этого гиганта. Похоже, все бежали. Вот неудача, никакого веселья. Гигант, не открывай огонь. Я немецкий профессор Шварц. Я хочу сдаться в плен и схожаться на вашей стороне. Надоело мне все это. Ну, плен так плен. Теперь ты в безопасности. Федор пленника не обидит. У меня большие сомнения, сможем ли мы его остановить. Но об отступлении не может быть и речи. Запритесь внутри завода. Это битва гиганта. Советы тянутся до последнего. Ямамото, созги этих советских выскочек. Слушаюсь, капитан. Нам пора бы разозлиться, Сириус. Тогда у нас появится шанс на победу. Я вам не по зубам. Зря вы начали этот бой, маленькие монстры. Братишка, это полная фиаско. Возможно, еще когда-нибудь увидимся. Надеюсь, увидимся. Ну, чего ты взялся, американец? Открывай врата. Это невозможно. Они заперты изнутри. Вот и все. Можем заходить. Они думали, что спрячутся от Ямамото, смесные американцы. Теперь ты один. У тебя не будет отговорок. И ты все-таки постоишь, мне нового монстра. Прежде чем выдвигаться, я вынужден забрать все детали кузова Дориана, пельменя и КВ-44М. Я помогу тебе в этом и займусь степкой. Отлично. Теперь мы готовы выдвигаться на базу. Думаю, мы можем захватить еще несколько сотен тонн стали. Этому заводу они больше не пригодятся. Наконец-то мы уже прибыли на завод. Я вижу, вы не с пустыми руками. Отличная работа. Франкенштейн повержен и теперь в наших руках. Сейчас предстоит хорошенько над ним поработать и вернуть наших монстров в строй. Но ты ведь понимаешь, что нам попросту не достает нужных частей кузова и некоторых башен. Этим уже занимается Федор. Стоит подождать его возвращения. Мы тем временем займемся подготовкой ресурсов и материалов. Встречайте своего героя, солдаты. Я вернулся с победой и пленил немецкого профессора. Повторяю еще раз. Я не пленник. Я перешел на вашу сторону и сдался добровольно. Сейчас это не важно. Первонаперво нужно вернуть в строй Дориана. И ты нам в этом поможешь. Разумеется. Я знаю его чехотежно изусть. Потому что я его и создал. Нам пришлось хорошенько поботеть. Но благодаря твоей помощи, Шварц, мы быстро справились. Не за что. Я готов пойти на все. Лишь бы скорее прикончить Левиахвана. Этих материалов все еще недостаточно. Ты уверял меня, что обеспечишь всем необходимым. Раз я обеспечил, значит я это сделаю. Есть маленькие заделки. Но это ведь не критично. Не критично. Но завершить проект в поставленные строки просто невозможно. И это не по моей вине. Ты не можешь начать создание кузова. Тогда нацени постройку басни и двигателя. Этот монстр нужен мне удлижать свои дни. Начинайте постройку. Иначе мне придется прикончить тебя. И сжечь этот завод к тетикам. Слушаю и повинуюсь. Начинайте погрузку стали в печи. Вы настоящие бездары. С такими темпами работ меня точно прикончат. Смотри о ком я вспомнил. Мы пустим их на переплавку. И нам как раз хватит стали. Переплавить таких стальных гигантов. Это очень плохая идея. Они еще намного испособны. Как по мне так это два взрывых куска металла. Как они могут нам пригодиться? Их можно починить. И они будут сражаться на твоей стороне. Пару стволов лишними не будут. Думаю ты прав. Мы их потянем. Станут моими телохранителями. Вот собственно и все. Ваш монстр готов к сборке. Тогда телом издем. Пока заканчивать. Наконец-то. Японский изрезный капут. Рады приветствовать тебя в родах. Аминь. Японской империи. Здравствуй, мой владыка. ПЗ-35. С чем пожаловал в мои земли? К великому сожалению, нашу армию разбили советы. Они пошли в контрнаступление. Вы потеряли всех своих гигантов? Включая Франкенштейна? Да. И теперь в их руках дюжина сверхтяжелых монстров, которым мы попросту не в силах противостоять. Мы надеемся, ты примешь нас в ряды своей орды. Я бы с радостью пустил всех вас на переплавку. И кстати, где Шварц? Он предал нас и похимкнул к советам. Ну ладно. У нас нет другого выбора, кроме как объединиться в один кулак. Располагайтесь. Вскоре я найду для вас работу. Мы сможем прикончить Левиафана и его орду уже совсем скоро. Но прежде нужно починить КВ-44. Похреждения не столь критичны. Приложив все свои умения, мы быстро справимся. Тогда пора начинать. Вот и первая твоя задача. Построить гиганта по моим чертежам. Справишься? Приложу все знания и усилия к этому пахаекту. Можешь не сомневаться, владыка. Тогда приступай немедленно. Времени у нас мало. Мы израсходовали все запасы ресурсов на этих гигантов. Зато теперь нам по силам стелеть Левиафана с лица земли. С возвращением наш герой. Зелезный Капут. Тебе пора освободить ангар. Снаружи тебя ждет Ямамото. Он уведет тебя в курс дел. Ну и каковы твои предложения? Папагатски этих монстров, американец. Начнем с Ратте. Его броню стоит прокачать. Какая самая прочная сталь из тех, что у вас есть? Совсем недавно мои сахтеры носили сверхпрочную руду. А сталевары с большим трудом изготовили из нее бронепластины. Тебе стоит взглянуть. Незеритовая сталь. Неужели она существует? Думаю, она отлично подойдет для прокачки. Ух ты! А империя окрепла с момента последнего моего визита? Кто ты, тюзак? Ответяй! Я старый знакомый вашего профессора. Меня зовут Левиафан. Ты наверняка слыхал обо мне. Ваха-феса Т-94 в нутлы завода. Ах, вот и ты, старина Т-94. Левиафан? Левиафан? С тем поздравил? Надеюсь, ты не забыл про свой старый должок? Разумеется, я не забыл. Я помню, как ты вытастил меня из плена. Ну вот и хорошо. Настало время свести счеты. Ну и как твои успехи, американец? Броня готова? Как видишь, все уже на финальном этапе. Изумительно! Можешь продолжать! С такой бронёй Ратте стал непобедимым. Ну что, парни? Полагаю, мы собрали достаточно сил для рейда адских земель Левиафана. Мы не можем отправить на это задание все силы. Нужно оставить гарнизон на заводе. В качестве гарнизона отлично подойдёт пельмень и КВ-44М. Но для их ремонта у нас нету ресурсов. Я поставлю задачу шахтёрам работать вдвойне. Думаю, за недельку они справятся. А тем временем Дориан останется в гарнизоне. Попытаюсь связаться с нефритовыми стражами. Они доставят наш отряд прямиком в адские земли. Наша задача раздобыть 10 эшелонов железной руды, парни. Забудьте о солнечном свете. На ближайшие недели шахта станет для вас вторым домом. Пришло время каждого сделать всё ради нашей победы. Вперёд, парни! За работу! А вы и вправду собрали внушительный отряд. Сомневаюсь, что мне хватит энергии отправить всех. Дориан остаётся на защите завода. На этот рейд отправятся КВ-44 и Фёдор. Вы опять решили разделить все свои силы? Вскоре мы починим пельмени и КВ-44М. Так что всё под контролем. Тогда приступим к телепортации. Поработали мы на славу. И стали уже готовы к отправке. Планы профессора будут выполнены. Всем спасибо за ваш труд. Мой владыка, я осмотрел ваш чертёж и увидел несколько недочётов. Ты ставишь под сомнение мои инженерные навыки? Ты кем себя возомнил, профессор ПЗ-35? Конечно же нет, мой повелитель. Я уверен, что вы хорошо знаете инженерное дело. Я всего лишь хотел немного доработать ваш чертёж. Я строго-настрого запрещаю вносить правки в мой проект. Над ним я работал несколько лет. Просто делай свою работу и не задавай глупых вопросов. Так точно, мой повелитель. Задача будет выполнена в лучшем виде. Чёрт бы меня побрал. Что это? Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... Мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своении образованности можем предположить, что это диверсия какая-то. Ладно, продолжайте. Самое главное, делайте всё по чертёжам владыки. Так точно. Ваш проект завершён. Наконец-то. Начинайте сборку моего гиганта. Булыжник. Добро пожаловать в Орду, сынок. Ты раз о поработал, американец. И я ставлю тебя в зевых. А сейчас займись ремонтом этого советского взломка. Слушаюсь. Будет выполнено. Впереди ещё очень много работы. Нужно скорее освобождать ремонтный цех. Мы ещё не завершили сборку. Осталась самая малость. Осталась самая малость. Значит так, Зелезный Капут, по просьбе моего давнего друга, я вынужден отправить тебя на задание. На это задание должен пойти я. Он ещё не готов к этому, а я намного опытней. Ты уже себя проявил в бою против Советов и не с лучшей стороны Ямамоту. Против советских мега-пусык нужна хорошее броня, которую Капута предостаточно. Ну сколько можно то, а? Сколько можно? Ребята, передайте в штаб, что к нашему аванпосту движется неопознанный гигант. Ну и вонь же в этих пещерах. Хорошего топлива они сроду не видели. Теперь мне понятно, почему они такие злые. Насколько долго мы будем блуждать этими тоннелями? Мы не встретили ещё ни единого врага. У меня уже руки чешутся. Когда-то я уже попадал в эти лабиринты смерти. Выбрался лишь спустя несколько месяцев. Ты тоже это слышал? Мы движемся в правильном направлении. Надерём им зад. Наконец-то ты снова в строю, Аид. Рад тебя видеть в здравии. Мой владыка. Знакомься с вершиной моей инженерной мысли. Его зовут Булыжник. Святые угодники. Ну и здравствуй. Как видишь, теперь есть кому оборонять подземелья. И ты можешь отправиться в землю Советов на помощь японской армии. Погоди-ка, фея. Похоже, вот и наша цель. И он движется в нашу сторону. Ну. Ну и переросток. Открываем огонь на поражение. Лоб его взять будет крайне сложно. Выпускай залп и завали ему проход. Заметно, что вы уже имели опыт работы с алмазами. Ваша работа филигранна. Мы те, кто помогали вам в прокачке Дориана. Осторожно, солдаты. Начинай обжиг. Хороший темп, парни. Совсем скоро мы получим нужное количество бронепластин. Как обстановка, инженеры? Алмазная кольчуга уже готова? Никак нет. Еще не готова. Но все идет по плану. Вскоре закончим. Ну как ты себя чувствуешь, пельмень? Нравится новая броня? Намного уверенней. Спасибо, Рагер. Я перед тобой в долгу. Отблагодаришь нас всех значимой победой. А сейчас навесим дополнительную кольчугу. Парни, плохая новость из передовой. Обнаружен неизвестный гигант. И он движется в сторону нашего завода. Отлично. Это будет хорошим испытанием моей новой алмазной брони. Похоже, сейчас не лучшее время отправляться в рейд. На нас напали. Это не столь большая проблема для меня и булыжника. Вскоре мы здесь все зачистим. Можешь даже не сомневаться. Пожелайте мне удачи. Победа будет за нами. За мной, парни. Булыжнику нужна помощь. Дориан, надеюсь, ты еще помнишь Давида. Разумеется. Славный воин. А что с ним? Левиафан пленил его разум. Усилил броню и отправил на опустошение наших земель. Только тебе по силам дать ему равный бой. Заправляйте баки до полного. Пора делать ноги, товарищи. На нас напали демоны. Мы все умрем. Мне жаль тратить на вас боезапас. Бегите, глупцы. Первая победа и без единого выстрела. Мне начинает это нравиться. Настало время битвы. Я дам тебе возможность выбора. Сдавайся, либо умри. Я никогда не предам своих друзей. Тебе не избежать смерти. Ты сделал свой выбор. Нюхай бебру, демон.